всех приветствую 11 октября и как мы видим обманули вчера всех кто покупал слив был такой жуткий что просто ужас я причем видел его в живую смотрел то есть просто продавали 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 при этом вверх стакан был пустой то есть покупать не хочу никто сопротивление не оказывал но это была видимо такая спланирована так либо просто биток выпал из такого канала своего а когда он выпадает это все ему конец то есть люди увидели что мы идем на пробой вот этой линии трендовой что треугольник ломается и просто продавали то что купили а покупали они вот здесь вот очень долго 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 набирали позиции естественно пока и всех не вытряхнут будем по дну лазить и причем но неизвестно когда даже будет потому что очень сильно падаем вообще расти биток не хочет сейчас если глянем стакан то увидим что вроде поддержка и есть но при этом цена расти вообще не хочет то есть выше чем 6 400 вообще никак не уйти там даже 6 350 по моему несколько часов держалась то есть плохая ситуация что я могу сказать вроде бы вверх расти можно но вот такое вот никто откупать не хочет и правильно делает потому что он и ниже может уйти тех анализ таких случаях редко работает но в целом что этот вижу ну вот первая волна получилось вот это вот вторая эта тройка вот эта четверка еще на 1 выбьем после этого будет нормальный откат так вообще получится и конечно же развернула но индикаторы в таких случаях редко работают сейчас плохой интернет мне отключили электричество с ноутбука снимаю поэтому извиняйте будет все медленно читали кто же разворачивает но вроде бы хороший такой признак может ли сильно отскочит может были сильно какое-то расширение коррекции вообще что мы имеем вот он импульс вот она сложная коррекция целом она может просто расшириться почему бы и нет то есть если мы имеем вот здесь это волну а то это может быть волна б это может быть поэтому паниковать пока рано хотя на самом деле основной прогноз конечно все таки вот такой ты не мой прогноз опять же час смотрю просто виде какая обманчивая вещь треугольник то есть его можно было нарисовать вверх что он стреляет вверх а можно нарисовать что это просто группа комбинация такая и все он смотрит вниз и там цели на 5000 и откупать такое точно не стоит но я не знаю даже куда пустоп то воткнуть по сути дела на нету биткоина реально могут слить хотя сейчас глянем на альты посмотрим все таки может быть отработает какой-то промежуточный вариант потому что что меня радует во первых тут хорошо так откупают во вторых все таки есть вариант что у нас просто про продлится вот какая-то такая коррекция еще будут дальше нас мучить то есть очень все так и зыбко непонятно ну что могу сказать по стопу меня закрыла потерял денег немножко все нормально по технике то есть ей был шанс заработать не дали поэтому сижу жду что будет дальше целом конечно мы видим что отскок вполне возможен и вроде бы сильно не льют если мы в стакан глянем тут по довольно серьезная поддержка и вот так вот с первого прям захода такое точно не слить сейчас вот люди по продают здесь видно вполне возможно что дадут по мере хороший отскок то есть что-нибудь вот таком духе увидеть то можно а там будет видно то есть по если мы не пробиваем там 6 500 это плохой признак скорее всего это вот туда если вдруг мы так нормально поджимаем сопротивление особо не будет даже сюда вот уходим то это означает что мы пошли все-таки по сценарию такое растяжение коррекции то что вот это был вы нас это просто скидывали в этих пассажиров что по хаям набрал в расчете на 7000 вот такие у меня мысли по биткоину давайте еще глянем эфир по эфиру у нас какой вариант есть тоже как бы есть тройка то тоже может быть тройка тоже есть такой вариант что мы растягиваем просто треугольник элементарным такое же может быть поэтому паниковать пока не стоит пока мы не пробили вот это дно даже вот это дно вроде бы все нормально но это так по ощущениям и самое главное ripple пробил свой 42 цента и по сути дела он дорисовал свой зигзаг то есть то что я говорил недавно развал новичку давал вот она оба цешка боится его и плавься такая картина но если дальше будут лить вот таком духе это все это мертвая монета такой лучше не ловить то есть ripple обнадеживает ripple подтверждает то что все-таки биток вверх смотрит но если вы совсем экстремал можете купить конечно я бы не советовал покупать лучше подождать какой-то хотя бы заходного импульса вверх то есть то что рисовал там 6 500 хотя бы если пробьют закрепиться опять же там потенциал хода непонятно какой особо не заработаешь ну короче рынок совершенно мертвый то как его лилия это просто отдельно слово надо сказать просто никто не покупал х и просто не покупали и позволяли падать еще продавали в стакан ну нету ликвидности на рынке совсем уже все оффлеты застряла скорее всего этот вот и протлиться потому что если бы хотели его слить он был бы уже слит пробить сейчас 6000 не составляет труда если бы это кипели или вообще этому боже сейчас фашистично говорить поэтому все таки обнадеживать все таки есть шанс на рост кто еще в лонгах сидит ну есть шанс что вам дадут выйти хотя бы в ноль но нужно подождать потерпеть потому что ситуация если не ясно основной вариант я вам уже показывал реально слить могут но если так пальтом глянуть в принципе у них такая флэтовая разволновка ничего не сломано потому что чем опасность вот таких вот коррекций они могут растягиваться как угодно то есть если раньше казалось что треугольник у такой формы сейчас он взял так растянулся еще больше станет поэтому тут рано что-то загадывать дождем и самое главное почему-то удивительным образом вот это падение биткоина совпало с падением американских фондовых индексов не только американских во всем мире все падала как мы видим вообще они потеряли огромное количество пунктов все абсолютно там что доу джонса что там всякие шанхаи даксы то есть все вообще слили конкретно слили я не знаю что это значит потому что новостей никаких нет просто в один день все начало падать при этом если мы посмотрим и она начала укрепляться когда курс падает и значит гену покупают это что значит это такие предкризисные знаки на самом деле нам дают и что мы еще видим золото золото растет то есть вот вот здесь был набран long потихоньку потихоньку она тащится вверх это предкризисная ситуация чем я могу сказать вам то есть если акции сейчас дальше будут лить то и крипте может реально достаться то есть скорее всего биток лили на том что все-таки акции пролили за день и потом когда открылась азия не на всякий случай скрипты ты повалили это что они начали продажи просто обвалила рынок то есть это совпало с тем что китайцы грубо говоря с японцами испугались может быть даже американцы на всякий случай крипту начали продавать мало ли что и вот получаете обвальчик такой то есть если бы не вот это вот сопля скорее всего биток бы жил не было вот этой сопли по идее вот такая у меня задумка пришла в голову то есть если вдруг акции начнут восстанавливать что вполне реально потому что вполне возможно просто козленная коррекция если они вот так вот будут делать это все нормально они могут туда уйти они вернее туда и смотрят возможно они нарисуют что-то вот такое вот и потом туда уйдут то есть если вот такой будет расклад это хорошо при крипты и вполне возможно что по крайней мере и не сольют опять тысяч вот так вот поэтому ну не могу ничего сказать точно свои идеи вам передал то есть пока что я вижу что это просто растяжение такой коррекции большой к чему это приведет не знаю реально меня больше часу форекс беспокоит потому что я в ланге по акции ловил падение небы 2 800 я был бы доволен так что везде короче вчера встрял посмотрим что будет дальше сейчас пока откупать это не буду подожду подтверждение роста и битона на лист это не буду я сколько уже не деревья на рассел без позиции не не только вот здесь когда такая была красивая ситуация с треугольником я в тренд в трейд в лес когда шортил тоже можно было шортить но не люблю шортить поэтому сейчас без профита в общем все что хотел сказал слезть какие-то вопросы можете задавать те кто говорил вот и вчера говорю что роснука блин я же говорю что стоп 6400 ставьте рисковая была сделка но профит был потенциальный хороший поэтому имело смысл зайти в рынок в общем до завтра